Приветствую вас, Александр! Я, если честно, не понял. Так, а вы почему не сделали то, что подруга советует, если она вам дала совет? Почему вы не написали того, как относитесь к её совету? Почему вы не написали того, пробовали вы сделать то, что она вам посоветовала или нет? Вы говорите, как выдаст человека гулять, если она не хочет меня видеть. Так, подруга дала вам рекомендацию. Почему вы рекомендации этой не последовали? Непонятно. Далее. Вы пишете, встречался с девочкой неделю и до этого месяц были знакомы. Потом она написала, что не может считать меня её парнем и то, что я напоминаю ей о бывшем. Ну, в общем, это вполне нормально, что девушка не завершила эмоционально ещё свои отношения. Значит, я дурак и написал её бывшему. Зачем? Он с ног на голову всё перевернул и сказал, что она, в общем, девушка лёгкого поведения. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, почему вы написали её бывшему? Вообще, с какой целью вы это сделали? Вы сами чего хотели добиться? Вы своё желание просто в этот момент отследите, вот, воспроизводите. Вот, она мне сказала, что не может быть со мной, и вот я пишу её бывшему. Зачем? Чего я хочу в этот момент? Значит, я узнал о том, что она после того, как повстречалась со мной, хотела его вернуть. И я об этом узнал. И что? Ну, вот, она хотела вас вернуть и... Вот, хотела его вернуть и... И что? Она же с вами повстречалась. Она же вам написала, что не может считать вас своим парнем. То есть, она поступила честно с вами. Она не обманывала, она ничего не делала, она не водила вас за ночь, да, не обижала чего-то. Так, в чём проблема? На меня просто очень сильно что-то нашло. Я ей написал такое оскорбительное сообщение, что она меня видеть даже не желает и ненавидит. Ну, во-первых, насчёт ненависти вы здесь явно перегнули, ненависть это вряд ли. Вот, скорее, да, вы её разочаровали, но ненависть, ненависть это вряд ли. Вы лучше вспомните вот это вот что-то сильное, что на вас нашло. Оно, это сильное, вообще, откуда? Оно, это сильное, это что? Это совершенно не что-то такое, что кто-то из ваших родителей так поступал. То есть, в критический момент срывался на оскорбление. Подумайте об этом. Как я это написал, я сразу понял, каких делов наделал. То есть, начали испытывать вину. То есть, сперва провокация, потом обвинение. То есть, что я наделал. Если вы проследите за этим процессом, я уверен, что вы увидите некое сходство с поведением кого-то из ваших близких, родных. Я думаю. И при сноровке, при тренировке, если вы будете отслеживать внутри себя вот этот голос. Давай, напиши ей оскорбление. Или, ой, какой я дурак, что я сделал. Я полагаю, что вы, в общем-то, сможете избежать в дальнейшем подобных ситуаций. Хотел извиниться, но уже был чест. Александр, понимаете, для девочек слова значат куда больше, чем для мужчин. И если вы ее оскорбили, то добиться ее прощения будет очень непросто. Я не очень понял хронологию, то есть, ну, когда вы ее обидели, сколько времени прошло. Но вообще, сейчас лучше ее не трогать. Вообще, совсем. Лучше ее сейчас не трогать, пусть она немножко успокоится. А потом вы сможете сделать то, что вам сказала подруга подруга. Так, ну, в общем, вы начали до нее дозваниваться. Только на следующий день объяснился. Короче, она ваши извинения не приняла и, в общем, ненавидит меня за то, что я послал ее бывшим. И точно послал ее очень оскорбительные слова. Значит, я сказал, что не будет человеком, который оскорбил, но я вину свою признал и просил ее дать мне, значит, еще один маленький шанс. То есть, вы, Александр, даете гарантию, что больше никогда не накатит на вас, не найдет на вас что-то сильное очень, что заставило вас написать ей оскорбительное сообщение. Вот скажите честно, вы даете гарантию, что больше это сильное на вас не найдет? Я полагаю, что нет, потому что вы сами не знаете, что это очень, что это такое очень сильное. А если вы не знаете, что это очень сильно, значит, оно найдет на вас снова. И девочку вы, скорее всего, опять оскорбите. А это значит, что вы ее обманываете, говоря, что этого обманываете, прося дать вам еще один шанс. Вы даже не говорите, что этого больше не повторится. Вы просто говорите, что я свою вину признал. Признали свою вину. И что дальше? И что дальше? Она вас накатит еще, и вы еще раз будете извиняться? Вы еще раз будете вину свою признавать? Так а смысл какой? Если вы в корень проблемы не смотрите, и не смотрите на причины того, что на вас нашло. Что это такое? А может быть, вы считаете, что это нормально? Что вот на вас такое находит, и вы позволяете себе оскорблять девочку, в которой у вас, якобы, теплые чувства. Дальше, значит, она сказала, что никакого шанса давать не будет. Ну да, в общем. Я списался с ее подругой очень хорошей. Просудался дать совет. Это, знаете, Александр, смотрите, здесь вы пишете ее бывшему за чешто, тут вы пишете ее подруги. Вы для чего третий клиент в свои отношения зовете? Скажите мне, пожалуйста. С какой целью? Она сказала, можно попробовать букет под дверь положить, позвонить, потихоньку уходить. Она заметит, если заметит меня, то сказала, что это просто подарок, а я не пришел извиняться. Не, ну, ваша подруга, она, конечно, молодец. Если уж на чистоту, то если заметит вас, то можно сказать, что я пришел извиниться, но мне стало стыдно, и поэтому я решил оставить подарок. Вот так. Так, это то, что вы говорите, это лично всякого смысла, Александр. Если примет букет, то позвонить на следующий день и позвать погулять хотя бы часик. Окей, а если не примет букет, что у вас за позиция такая? Если не примет, если вы проиграете, если это не выгодно, что дальше, что дальше? Что будете делать? Понимаете? Вы говорите, вы за своей подругой говорите о том, что будет, если вы победите, если вы выйдете победителями в этой ситуации. А если нет? Если девочка, например, поймет, что это подруга, поймет, что вы пришли по ее наводке, поймет, что вы позвонили ее подруге. Почему об этом вы не думаете и не рассматриваете эту возможность? Вот полагаю, что именно поэтому вы и оказываетесь в таких ситуациях. Дальше, значит, так. Так, как вытащить человека, если она не хочет меня видеть, об этом я сказал. У меня очень теплое чувство к ней. Я хочу ее вернуть, пусть даже как друга, но вернуть и больше не делать ошибок, как их совершил. Вы знаете, Александр, вы продолжаете делать ошибки. То, что вы позвонили подруге, это и есть ошибка. Это самое, что вы написали ее бывшему молодому человеку. Кстати, зачем? Что вы хотели? Ну, что вы хотели вообще этим добиться? Исходя из этого, я делаю вывод, что вы несколько неуверенный в себе мужчина, ревнивый, который боится одиночества и, в общем-то, у Коперов довольно-таки легко уязвимое самолюбие, легко уязвимая гордость. Я полагаю, что именно эти ваши черты нужно подкорректировать. То есть, чтобы вы стали более независимым, чтобы вы стали более уверенным. И тогда уже можно общаться с девушкой. Вот это заметьте, когда у вас все было хорошо, она написала, что не может считать вас ее парнем. Что вы напоминаете ей о бывшем. То есть, она свой выбор сделала. Вы, если испытываете к ней чувства теплые, по идее должны ее выбор принять. Но вы ее выбор не приняли. И у меня только вопрос. Почему? Какие ваши желания мешают вам принять ее выбор, который она сделала осознанно, понимая, что вы причиняете ей боль пока что? Подумайте об этом, Александр. И если что, выбирайте эксперта и поработайте с кем-нибудь из нас над озвученными мною проблемами. Если хотите, чтобы таких ошибок больше не повторялось. Одного желания здесь, к сожалению, мало будет. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!